Добро пожаловать в Казахстан! Добрый вечер, доброе утро, добрый день всем, кто присоединился. Я надеюсь, что вы взяли свою кружечку кофе, как это сделал я. И мы начнем наш, на что ни на есть, прямой эфир. Прямее не бывает. Прямо в эту минуту я нахожусь с вами. Библия открыта, кофе на месте, зрители на месте. Я приглашаю всех, кто смотрит меня через Дом Веры, через СНЛ. Присоединяйтесь к Дому Веры. Наша интернет-община Дом Веры ждет вас. Мы рады быть вместе с вами, рады служить вам. Каждый день наши эфиры идут в прямом эфире и учении. Сегодня мы продолжаем нашу тему, которую мы начали некоторое время назад. Это второй урок из серии проповедей «Секреты в имени Иисуса Христа». Имя. Имя Божье. Его имя превыше всех имен. И вчера на уроке мы изучали важные вопросы, аспекты этого дела. И мы говорили с вами о том, что имя Божье, в него нужно веровать. Многие люди не верят в имя Божье. Они верят, что в помощь от Бога. Они верят в исцеление, но в имя Божье не верят. Не веруют. Веришь ли ты в имя Божье? Это очень хороший вопрос. Вообще, а я верю в имя Божье или не верю? То есть, для меня имя Божье это что? Если мы веруем в имя Его, то будем спасены. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Написано Евангелие от Иоанна. Также в Иоанне написано, что он веровали во имя Его. Многие ученики веровали во имя Его. Неверующий уже сужден Евангелие от Иоанна, 3 глава. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Не уверовал во имя Сына Божьего. Вообще, мы читали очень многое. Верующим во имя Сына Божьего. Веровать во имя Сына Божьего. Мы также сказали, что покаяние через имя Его. Ибо всякие верующие в Него получают прощение грехов именем Его. Покаяние и прощение идет через имя Божье. Идем дальше. Итак, следующий пункт. Спасение в имени Иисуса. Деяние 4 глава. Давайте с 10 стиха. Деяние апостолов 4 глава. Откройте, пожалуйста, с 10 стиха. И также будем читать сегодня из бытия. Открыл заранее, приготовил. Итак, деяние апостолов. Вообще об имени Иисуса Христа апостолы много говорят. И они говорят об имени как о чем-то священном. Одна из заповедей. Не поминай имя Господа в суе. Не говори просто так. Вот имя Божие. Не упоминай. Многие христиане, они говорят. Ой, Господи Иисусе. Не нужно так говорить. Так не надо говорить. Потому что если так говоришь, это значит, ты поминаешь имя Господа в суе. Аллилуйя. 10 стих. Деяние апостолов, 4 глава, 10 стих. Написано так. То да будет известно всем вам и всему народу израильскому. Что? Послушайте. Да будет известно всему народу израильскому. Что? Именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он говорит об этом человеке, который получил исцеление. Дальше он продолжает. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но заделавшийся головой угла, и нет ни в ком ином спасения. И 12 стих, самое важное. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Ибо нет другого имени, данного нам, которому надлежало бы нам спастись. Фундаментальная, капитальная, вечная истина. Нет другого, у нас нет другого имени, которым нам надлежит спастись. У нас есть только имя Иисуса Христа. И имя Иисуса Христа дает нам потрясающую возможность, и открываются небеса. Согласно Писанию, согласно учению апостолов, что имя Иисуса Христа – это ключ к спасению. Другим именем мы спасаемся. Если Бог доверил тебе, и ты пришел к Его имени, ты получаешь вечную жизнь. Аминь. Теперь, когда мы поняли, что нужно веровать, мы получаем прощение и спасение, следующее проповедь. Деяние апостолов, 9 глава. Открываем Деяние апостолов, 9 глава, и будем читать с 27 стиха. Деяние апостолов, 9 глава, с 27 стиха. И здесь написаны такие слова. Давайте, ну так, чтобы вы увидели. 27-28 стих. Варнава же, взяв его, пришел к апостолов и рассказал им, как он на пути видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Он смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Иисуса Христа. Аллилуйя. Когда мы видим, что апостол проповедовал во имя Господа Иисуса Христа. проповедь во имя Господа. Проповедь об имени, проповедь во имя, проповедь именем Господа. Мы пойдем дальше, что именем Господа мы еще чудеса творим, но когда мы говорим, мы должны поднять имя Иисуса Христа. Наша проповедь должна поднимать имя Иисуса Христа. Не только мотивирующие проповеди, у тебя все получится, ты сможешь, ты сильный, все классно. Очень важная фундаментальная истина. Имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа превыше. Имя Иисуса Христа могущественно поднять имя Иисуса Христа. Много сегодня учений о том, как тебе выжить, как тебе укрепиться, как тебе быть таким энерджайзером, таким классным, счастливым, радостным. Хорошие проповеди, потрясающие. Мне нравятся эти проповеди, но проповедь об имени Иисуса Христа. Аллилуйя. Когда мы говорим, апостолов били священники и говорили, чтобы не говорили об имени Иисуса. Говорите о чем угодно. Говорите о хорошей жизни, о поведении хорошем, о законе. Говорите о благодати. Говорите о чем угодно. Говорите о любви Божией. Но не говорите о имени Иисуса. То есть они сказали, давайте так, говорите про что угодно. Вы можете говорить про Бога. Вы можете говорить папочка, папочка, папочка. На Бога все время говорить папочка. Только имя Иисуса вот так обходите стороной. У нас папочка, папочка, папочка. И во многие церкви сегодня, зараза, папочкина пришла, они Бога Отца называют папочка, папочка, они бегают, носятся с папочкой, забывая об имени Иисуса. Нам дано имя. Аллилуйя. Откроем, пожалуйста, римлянам первую главу, пятый стих. Откройте, если у вас здесь возможность, буквально несколько страниц пролистайте. Римлянам первая глава, пятый стих. Там очень четко сказано, что он говорит о себе. И вот у меня римлянам, страница. И здесь написано так, пятый стих. Через которого, то есть через Иисуса Христа, мы получили благодать и апостольство. Мы получили благодать и апостольство, пишет апостол Павел, чтобы во имя его покорять в вере усе народы. Мы через Христа получили благодать и апостольство с целью. Цель такая. Апостольство какое? Ну, например, если я считаю епископ, служитель, ну, как бы, это как апостол, если в те времена брать некоторые проблемы с этим словом. Ну, старший пастор, служитель, или так, пастор над пастырями. Он говорит, мы получили авторитет, чтобы покорять во имя его. Потрясающе. Потрясающе. Покорять его имени. Носители Божьего имени. Слава Господу. Откроем еще одно местописание. Второе Коринфянам, пятая глава, двадцатый стих. Откройте, пожалуйста. Второе Коринфянам, второе послание Коринфянам, пятая глава. Бодрит кофеек. Если кто пил со мной кофе, у кого утро, то доброе утро. Открывайте Библию. У нас библейский урок. Мы говорим о силе имени Иисуса Христа. Второе Коринфянам, пятая глава, двадцатый стих. Здесь написано. Итак, мы посланники от имени Христова. И как сам Бог увещевает через нас. От имени Христа просим. Примиритесь с Богом. Потрясающе. Мы посланники от имени Христова. Многие сегодня проповедники вообще забыли, что они посланники от имени Христова. Поговорите с проповедником. Почему они во многих проповедях даже имя Иисуса не упоминают? Одно время мне понравился один проповедник. Я так вдохновенно слушал его из Хьюстона. Он так хорошо проповедовал, такой вдохновенный. Но потом я обратил, что он хорошо говорит о том, что у меня все будет хорошо, о том, что будет классно. Он так вдохновлял, мотивировал. Потрясающе. Но имя Иисуса не звучало в его проповедях. Он не говорил об Иисусе как о центре. Он не приводил людей к Христу. Он приводил людей. Придите к Богу. Ты преодолеешь, ты сможешь, ты сильный. Не отчаивайся. Вперед, борись, сражайся. Он не говорил от имени Христа. Если у тебя есть чье-то имя. Например, ко мне приходит и говорит, я вот этого знаю. Я говорю, откуда ты знаешь? Да мы с ним общаемся. Как вы общаетесь? Говорить от имени Христа. Знаете, что дети носят ваше имя. Они носят вашу фамилию, ваше имя. Они носят ваш инициал. И они представляют отчасти вас. Конечно, они сами себе отвечают. Но все-таки имя. А ты чьих будешь? Ты не Максимовых? Когда моих детей спрашивают, а ты Максима Максимова знаешь? Он говорит, это мой отец. Как? Твой отец? Окей. Другими словами, мои дети являются носителями моего имени. Я им дал свое имя. Я на них записал свое имя. Моя жена стала носителем моего имени, моей фамилии. Максимова. И это буквально она стала носительницей и фамилий, и имени. Потому что она действительно жена Максимова. Максимов. Максимова. Чья это жена? Вот это Игоря. Вот это Сергея. А это Максимова. И моя жена, она носит мое имя. Мое имя имеет определенную власть в определенных местах. И поэтому она пользуется именем супруга. И поддержку получает, и какое-то участие. И имя передается от отцу к сыну. От сына к его сыну. А имя передается. И имя распространяется. И имя пойдет дальше. Мое имя пойдет уже через моих детей на их детей, потом на их детей. Потом наше имя пойдет дальше, дальше, дальше. И наше имя будет уже там где-то. И потом главное, чтобы имя наше было записано на небесах. Но об этом мы поговорим позже. Имя. Мы проповедуем во имя Господне. Итак, мы посланники от имени Христа. Посланники от имени Христа. Дорогие мои, я хочу, чтобы сейчас мы немножко отвлеклись. И откройте, пожалуйста, книгу бытия. Самое начало. Но вспомните очень интересное. Вообще, про имя Божье можно говорить много. Но я хотел бы с вами вспомнить одну историю. Историю Пинуэла. Кто помнит историю Пинуэла? О ком она говорит? История Пинуэл. Я сегодня вам расскажу, почему в Пинуэле ничего не происходит. И что тебе нужно уйти из Пинуэла и прийти в Ефиль. У меня есть проповедь на эту тему. Но я сегодня вам расскажу об этом немножко в деталях. Итак, когда Иаков, хитрый такой товарищ, Авраам родил Исаака, Исааков родил двух братьев, Исаава и Иакова. И вот Иаков был младше, и он упер благословение. Он упер благословение у своего брата. Они с мамой там договорились. Брат разозлился очень сильно. Если вы не знаете эту историю, прочитайте из Библии. Если нет у вас Библии, хотя бы в картинках посмотрите. В общем, он спер благословение. Яков, Яшенька. Упер. Хитрый такой, лукавый товарищ. Такой он весь из себя. Вот такой раз, раз, раз. Упер благословение. Вот он, его брат хочет убить. Он пришел. Он уходит. И, короче, там трагедия, катастрофа. И, ну, проблема. Приходит к Лавану. Лаван смотрит на него и говорит. О, пришел пацанчик. Пацанчик говорит, да, пришел. И говорит, я готов работать. Яков говорит, работать на тебя 7 лет, чтобы жениться на одной из твоих дочерей. Все, что я заработаю, твое. Лаван сказал, круто. Люди, никогда таких контрактов не подписывайте. Это глупый контракт. Лаван подумал, что он умный. Яков тоже думал, что он умный. Яков взял, помолился, сделал определенные манипуляции. И у него был такой договор, что все бараны, рождающиеся пятнистыми. А если у вас есть бараны, вы знаете, что пятнистые бараны редко рождаются. Очень редко рождаются. Вообще редко. То они будут Якова. Все одноцветные будут его будущего тестя. Там они, короче, история так пошла. В общем, все бараны рождались при благословении пятнистые. Лаван разозлился. Сказал, давай теперь все пятнистые мои, а твои одноцветные. Хорошо. Яков сделал одну манипуляцию. Веточки вытащил из поилки. Все стали рождаться одноцветные. Опять, в общем, Яков разбогател, опять дуранул. Как он своего братца дуранул, так и Лавана. Женился на обоих его дочерях. Там тоже своя история. В общем, хитромудрость человеческая, такая плотская натура. Яша – это Яков, это плотский. Его Господь потом переименует. Как Господь назовет Якова? Какое ему даст новое имя? Благословит его. Какое? Израиль. Правильно. Он переименует. Вы долго думали. Вы меня смущаете. Конечно же. Потом Бог его переименует. Так вот, он конфликтует со своим тестем. И решил ночью смыться. Лаван проснулся. Баранов нет. Ничего нет. Яков все свое забрал. Там погоня, погоня. За ним побежали. Разборки, все дела. Он говорит, я ушел. Все, что надо. Теперь злой тесть, злой брат. Вот сейчас посмотрите. С одной стороны его ненавидят. С другой стороны ненавидят. Куда ему теперь идти? Хороший вопрос. В каком направлении двигаться? Идти ли ему? Да, Господь был с Иаковом. Но Иаков был хитрый. Это правда. Куда ему теперь идти? И вот он остановился посередине. И решил. Проведу-ка я ночь на острове. И вот она. Открываем 32 главу. Он думает, что бы сделать? И он посылает подарки своему брату. Он посылает подарки своему брату. Он говорит, что его братец... Это Бытие 32 глава. Отправляет он подарки вперед. Говорит, возьмите это тебе. И... Ну, 20 стих. И скажите, вот раб твой... Он посылает подарки. Говорит, скажите так. Раб твой, Иаков, за нами. И он сказал сам себе. Умелсердию его дарами. Это он как посылает дары брату. Которые идут передо мною. Потом увижу лицо. Может быть, он и примет меня. Иаков начинает думать. Сейчас я ему подарки пошлю. Он будет просить. И пошли дары перед ним. А он в ту ночь ночевал в Стане. И встал в ту ночь. И взял двух жен и сыновей своих. И двух рабынь своих. И одиннадцать сынов своих. И перешел через Иавок в Брод. Там речка была. И взяв их, перевел их через поток. И перевел все, что у него было. И остался Яков один. Он ждал, что сейчас его братец придет. И он его хряпнет. Яков отправил все свое семейство через поток. А сам остался. Он сидел и слушал. Придет брат убивать или нет. 24 стих. И вот Яков остался один. 32 глава, 24 стих. Яков остается совершенно один. Совершенно один. И боролся некто с ним. Дорогие мои, посмотрите. Вот в этом месте. И боролся некто с ним до появления зари. Началась. Сидит Яков. Вдруг кто-то как ему рубанет. Он соскакивает. Кто здесь? Кто здесь? Начинает сражаться. Это не было так. Давай поборемся. Начинается сражение. Иди сюда. И Яков начинает биться, сражаться. Начинает там движения какие-то. Ну, я не знаю. В темноте это не видно. Электричества нет. Яков один сидел. Прятался. И смотрите. И боролся некто с ним до появления зари. Всю ночь они боролись. Пинали друг друга. Что-то делали. Увидев, что не одолевает его, некто коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра его, когда боролся с ним. На тебе по ноге, как ударил. И сказал ему, отпусти меня. Господь это был. Говорит, отпусти меня. Ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя. Не отпущу тебя. Он понял, что он с Богом борется. Не отпущу тебя. Вы знаете, когда я вот эту историю читаю, я понимаю алгоритм мышления Якова. Теперь у него брат, тесть, Бог, враги. Он всю ночь с Богом дрался. Теперь враги со всех сторон. Враги у него вокруг. Он остался один. Он еще хитрец. Так всех отправил. Сам остался на другой стороне. Слышит, нападет брат или не нападет. Такой он. Ну что ты за человек такой. И вот Бог уже пришел и уже с Богом борется. И когда он понял, он думал, ужас. Ужас. Вообще ужас. Что дальше? Все. Вот даже Бог со мной борется. Бог говорит, отпусти меня. Я пойду. И Яков сказал, не отпущу тебя. Все. Пока не благословишь. Если бы он отпустил, он не благословил. Тогда катастрофа. Еще и Бог враг. Яков цепился. Смотрит на него. Всю ночь боролся. Знаете, некоторые из этого момента называют такой духовный путь. Он боролся с Богом. Это типа такая молитвенная жизнь должна быть. Да ничего подобного. Хамло это было. Боролся с Богом. С Богом не нужно бороться. Богу нужно покориться. Люди, не слушайте тех проповедников, которые говорят, вот ты с Богом боролся. И это была молитвенная твоя жизнь. Это не была молитвенная жизнь. Это была борьба с Богом. Это чудик сражался с Богом, вместо того, чтобы воздать ему славу. Многие люди борются с Богом. Когда Бог уже вынужден твое бедро там повредить, чтобы ты перестал сражаться с ним. И он говорит, не отпущу, не отпущу. Вообще не собираюсь отпускать ее. Благослови меня, пожалуйста. И тогда сказал, как имя твое. Он сказал, и Яков, Яша хитрый. Яков хитрый. Лукавый. Подлизом. Яков. А-а-а, такой есть сам Семен Наумович. Яшенька. Я у брата упер благословение. У Лавана упер дочек. И все, что родилось, все забрал. И я у всех все забираю. Я колобок. Я от лесу ушел. От всех ушел. И тогда Господь говорит ему. Вот это следующий стих. И сказал отныне, 28 стих. Имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Теперь посмотрите на меня. Бог ему говорит. Ты кто? Кто ты, Яша? Он говорит, теперь ты Яков, принц Божий. Избранный Божий. Ты будешь Израилем. Твое новое имя. Происходит изменение имени. К чему я это говорю? Потому что Бог дал ему новую установку ДНК. Но здесь происходит нечто очень серьезное. Мы говорим об имени Божьем. Я попрошу сейчас, не выведите на экран место Писания следующий стих. Я задаю вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а дальше что было? Вот Бог благословил его все. Дальше вы всю жизнь Библию читали. Давайте, что дальше случилось? Вот дальше, вот он благословил его все. Иаков, теперь ты Израиль, все. Что дальше? Дальше что случилось? После этой минуты, вот он благословил его все. Благословляю тебя, Яшенко, теперь ты Израиль. Знаете, я многих пастеров спрашивал. Многие не помнят, что дальше? А дальше случилось самое важное. Дальше случилось невероятное. Многие люди пропускают вот этот самый важный ингредиент. Почему Пенуэл не получился? Почему на Пенуэле ничего не сработало? Почему Иаков не стал Израилем? Почему? Отвечаю. Потому что... Ну, давайте посмотрим, вот что дальше происходит. Следующий стих, уже можно на экран вывести. Вот многие даже не знают, что дальше произошло. И спросил, 29 стих, Иаков, говоря Богу, скажи имя Твое. Дай мне Твое имя. Дай мне Твое имя. Скажи мне имя Твое. Там, где есть имя, там есть власть. Помните, как? Я от Сергея Сергеевича. А, хорошо, проходите. А вы от кого? Я сам от тебя. Так иди отсюда. Бог, Иаков держится. Дай мне имя Твое. И сказал Господь, на что ты спрашиваешь о имени Моем? Не дам. Благословил его там. Тридцатский стих. И Нарек, и Аков. И имя месту там Пинуэл. Ибо говорил, видел Богом лицу, и сохранилась душа моя. И взошел солнце, когда он проходил Пинуэл и хромал на бедро свое. Что он из Пинуэла вынес? У него якобы новое имя появилось. Оно не сильно не появилось. И второе, он еще хромал. Теперь слушайте, что происходит дальше. Проходит время. Время проходит. Бог переименовал Якова не один раз, а два раза. Первый раз Бог сказал, переименовывая тебя, но не подписываюсь. Подписи не будет. Это что за приказ такой без подписи? Давайте, скажите мне, если приказ не подписан, он действует или нет? У меня сотрудники приносят приказы на подпись. Я смотрю так на... Нет, не подписываю. Это бумажка с предположения. Если не поставлено имя руководителя, приказ не имеет силы. Приказ не имеет силы. Я эту проповедь родил в Духе Святом. Никто. Я когда еврейским раввинам рассказывал, я сказал, вау. Мы всю жизнь читаем, не увидели этого. Послушайте, здесь очень важный момент. Яков Пинуэлли ничего не получил. Подписи не было. Он не получил. Не было резолюции, заверения. Бог не подписался под договором. Бог благословил его, но не подписал договор. Это доброе пожелание. Яша, ты будешь Израилем. Не подписываюсь. Перелистываем Библию. Включите эту камеру. Посмотрите. Вот 32 глава. Перелистываем страницу. 35 глава. Первый стих. И сказал Бог Якову. Проходит время. Вторая переименовка. С новой. Бог сказал Якову. Позвольте. Это 35 глава. А почему же в 32 он сказал, что ты Израиль? Бог сказал, что ты Израиль, но не подписался. Это не действует. И сказал Бог Якову. Уже в 35 стихе. Встань, пойди, Вифиль. 35 глава. Первый стих. И живи там. И устрой там жертвенник Богу. Явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дома своему. И всем бывшим с ним. Начнем. Первое. Бросьте чуждых богов. Второе. Находящего вас. Второе. Очиститесь. Третье. Перемените одежды ваши. Четвертое. Встань и мы пойдем в божий дом. Вифиль. И шестое. Пятое. Так, какой я уже сбился. Спостроим жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия мой и был со мной, которым я ходил. Он сказал четыре вещи. Первое. Бросить богов, идолов. Второе. Поменять одежду. Очиститься. И поменять одежду. Третье. Идти в божий дом. Четвертое в смысле. А пятое. Устроить жертвенник. Аминь. Послушайте. И отдали Якову всех богов чуждых в руках. И серьги и украшения в ушах. И закопал их Яков по дубам, которые были с ихем. И отправились они. И был ужас и над крестных городах. И пришел Яков в луз. Что в земле Ханн скажет, что есть Вифиль. Это шестой стих. И самые все люди бывших с ним. И устроил там жертвенник. И назвал место Эль Вифиль. Эль это имя Божье. Эль Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И дальше. Девятый стих. И явился ему Бог по возвращении из Бесопотамии. И благословил его. И десятый стих. И сказал ему Бог. Имя твое все еще Яков. Отныне ты не будешь называться. Отныне? Постойте. 32 главу не забыли? Он сказал. Отныне ты не будешь называться Яковом. Но будет тебе имя Израиль. И нарек ему имя Израиль. Второй раз. Послушайте меня. Эй. Уляля. Слушай меня. Он второй раз его перебиновывает. Второй раз. И назвал его Израиль. И нарек ему имя Израиль. И одиннадцатый стих самый важный. И сказал ему Бог. Я Бог подпись всемогущий. Это была печать. Потрясающе. Где поставлено имя Божие. Первый раз Якова в Пенуэле не получилось. Выйди из Пенуэла. Войди в Эль Вифиль. Принеси жертву. Оставь богов. Очистись. Новую одежду возьми. Приди к Богу. Прославь его имя. Приди в Божий дом. И дальше Бог ставит печать. Эль Вифиль. Я Бог всемогущий. Он подписывается. Теперь ты, Яков, стал действительно Израилем. Послушайте меня, драгоценные мои. Хотите? Яша! Яшенька, слышишь меня или нет? Хочешь стать Израилем? Сильно хочешь? Тебе нужно идти в Эфиль. Оставь идолов. Всех кумиров. Всякие иконы. Гадание. Шмадание. Все остальное. Оставь всю эту мерзость. Второе. Очиститесь. Поменяй одежду. Иди в Божий дом. Иди в Божий дом. И пятое. Принеси жертву. И он пришел. И Бог дал ему новое имя. И сказал, ты Израиль. Аминь. Бог подписался. И когда Бог подписывается. Если у тебя Бог подписался. И имя свое. То тогда ты действительно благословен. Мы продолжим. Наш следующий урок будет вскоре. Встретимся с вами в ближайшее время. Пусть Бог благословит. Сегодня с вами был Максим Максимов. Хорошая тема. Хорошие мысли. Я верю, что эти мысли придут и благословят к вас. Размышляйте об этом. Выйдите из Пенуэла. Войдите в Вифиль. Там Бог подпишется своим именем. Если у вас есть имя Божие. У вас есть сила. Ценю, люблю, благодарю вас. У меня последние 20 секунд. В конце хочу сказать спасибо вам. За ваше участие. За партнерство. За то, что вы помогаете. Это послание распространять по всему земному шару. Ваше действительное приношение. Помогает мне распространять Евангелие. Благословляю вас во имя Господа нашего. Иисуса Христа. И все скажем. Аминь. Будьте благословенны. Дорогие друзья. А сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал. Максим Сиенел. И посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание. И за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.